Всем привет! Слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжается работа с вами Янгелом Асадзе. И сегодня у нас эфир с хорошо знакомой, уже любимой нами, очаровательной Мартой Ардашемия, основателем замечательного проекта Савас. Ссылка в комментарии. Подписывайтесь, читайте, смотрите, пишите в комментарии. Ну еще пишите комментарии здесь, а также ставьте лайки и это тоже подписывайтесь. Вот. Все сказано. Привет, Кила. Привет зрителям. Слушай, ну что-то мы с тобой, какие-то слишком веселые. Слишком веселые. Есть повод для веселья у нас? Кила. Да, да, нормально все хорошо, ничего страшного. Да, если он покажется, вообще будет круто. Это она. Тем более, если она покажется, то это вообще замечательно. Подожди. Так, расскажи мне минутку. Наверное, надо бы перезаписать. Подожди, сейчас. Потому что это печенье, на этом печенье у меня держался телефон, с которого я включаюсь. Это тоже нормально. Хорошо, все. Повтори, пожалуйста, вопрос. Зрители предполагают, что у нас в доме нет студий. Они вот так предполагают, что дома у нас нет студий. Все приходите к нам домой. Слушай, вопрос очень простой. Оно в том, что мы с тобой слишком веселые, что у нас есть повод. Мне кажется, это истерика просто. Защита организма на стресс. Такая улыбка на все лицо. У меня обычно, когда все плохо. Я еще пою, кстати. Я помню, во время командировки войны 2008 года, я всю дорогу в горе пела. Я ужасно пою. Я пела. И просто вся команда съемочная. Говорит, Марта, хватит уже. Ты достала. Только война. Так еще и ты поешь. На самом деле, ты молодец. Мы все помним твои репортажи с той войной. Ребята, это отдельная история, про которую мы потом у Марты попросим Марту рассказать отдельно. А пока, ну что тебе сказать? Ну, нам обещали, что запретят оппозицию. Да. Нам вообще обещали все запретить, кроме мечты. Ну, все. Нет, нас пока не обещали запретить. Хотя, как бы, мы понимаем, что это само собой подразумевается. Но вот обещали провести процесс. Кстати, по войне именно 2008 года. Сказать, как мы напали на Россию. И, соответственно, все запретить. Слушай, а ты понимаешь, у меня такое чувство, что все-таки многие у нас говорят, не, ну это несерьезно, это невозможно. У нас это невозможно. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что все возможно, к сожалению. Я думаю, что, ну, по крайней мере, по настроениям вокруг людей, которым совсем не хочется ничего делать для того, чтобы это стало невозможным. Вот. И, если честно, меня немножко пугает оппозиция, которая какая-то совсем странная, если прям мягко говорить. Я не очень понимаю, к чему они идут, какие у них шаги для того, чтобы к чему-то идти. И какую-то предлагают параллельную реальность. Вот. Даже своим сторонникам, которые готовы во все верить и быть счастливыми, но как-то не очень получается, если честно. Меня очень пугает это. Вот я как-то не понимаю, насколько долго мы продержимся на эмоционально, возвышенно-инфантильном таком состоянии. И вчера были очень хорошие заявления от представителей восьми парламентов. Очень такие, как мы любим, все было сказано. Но при этом как-то хочется уже... Вот один из них, я уже не помню, кто это был. А, из павильона сказал очень конкретно, что, ребят, уже придите к какому-нибудь плану, исследуйте ему и трудитесь, потому что это долгий путь, это сложный путь. Нужно работать. Это не просто вот нам на голову что-то свалилось хорошее, и мы это заслужили. Ну, может, мы это действительно заслужили, но все-таки нужно еще много вкалывать, наверное. Слушай, ну хорошо. Ну а что же здесь тогда? Вот тоже, знаешь, они, конечно, очень хорошие ребята, те, которые приезжали вчера и выступали и так далее. Ну а что должна сделать оппозиция? Ну что нужно делать? Ну вот, если честно, он меня немножечко удивляет и даже немножечко задевает или злит, может быть. Вот я не очень понимаю, как можно было так оказаться не готовыми к этому исходу. Вот неужели нет какого-то там в каждой партии хотя бы одного кризис-менеджера? Ну окей, нет кризис-менеджера. Неужели нет какого-нибудь скептика, который всегда есть у нас, например, там даже в кругу друзей, который вот ты такой возвышенный, классный, и он тебе говорит, нет, все плохо, подожди, остановись. Вот неужели хотя бы такого человека не было в окружении, который бы что-то такое бы сказал, и все вокруг решили, да, вот то, что он говорит, возможно, это правда. Давайте придумаем какой-нибудь план Б, ну не знаю, или план А, 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 Б, как там под пункты какие-то. Ну то есть мне кажется, что вот этот подход к политике, который... Ну мы очень эмоциональны, это правда, да, мы очень любим красиво говорить на акциях, мы очень любим, когда наши лидеры красиво выступают, что-то такое говорят, что мы немножечко даже всплакнем, но как бы на деле хочется какой-то прагматики, и хочется, чтобы политики были прагматичными. Я могу себе позволить быть непрагматичной, но мне кажется, что политики все-таки должны быть посерьезнее, ребята, нет? Вот, может, я сейчас просто, не знаю, какая-то занудная девушка... Не-не-не-не, я понимаю, потому что самого посещают те же самые мысли, а потом я начинаю у себя спрашивать другое. Вот из точки А в точку Б, если мы движемся, то нужно понять, какая это точка Б. Точка А – это наше личное состояние, абсолютно непонятное с точки зрения нормального здорового человека, это абсолютно понятное с точки зрения нашей власти. Ну, а что, у них все в порядке, у них все хорошо. У властей все прекрасно. Они у власти, здесь, значит, никто им не угрожает. Они сейчас быстренько продолжат, да даже не грабить страну, зарабатывать на стране. Ну, они просто зарабатывают. Что там, что сграбить? Зарабатывают одни просто. Да, зарабатывают, но только одни зарабатывают. Ну, так получилось. Ну, проблема даже не в этом. Я же никогда в жизни не говорил о том, что, о, почему одни зарабатывают? Хотя это неправильно страны не развиваются. Проблема в том, что мы реально попадаем под российское влияние. Мы реально попадаем в русский мир. И мне многие говорят, нет, Гелла, ну что-то, особенно за пределами. Гелла, ну что-то, Грузия никогда не попадет в русский мир. Она и не попадает в русский мир. Грузия просто субъектна, Грузия просто становится субъектной, становится независимой от Евросоюза, от США, как будто когда-нибудь у нас была какая-то зависимость особая. Что было бы и ты, моя радость? Какое счастье. Да уж. Кстати, вот ради них в том числе мы сейчас пытаемся что-то сделать. Да, я тоже. Итак, Варта, как ты думаешь, что бы ты ответила тем, которые говорят, что Грузия, с Грузией все в порядке, все будет хорошо у Грузии? Ну, я бы, наверное, ответила, что на данном этапе то, что мы считаем хорошо, все-таки находится не на севере, да, это все-таки не северное направление планеты. То, что мы считаем хорошо, та организация приостановила с нами сотрудничество и не хочет с нами как-то вообще общаться на этих условиях. Хотя, хотя сочувствует нам, хотя сопереживает нам, что мы такие хорошие, но почему-то у нас ничего не получается до конца довести дело. И при этом как-то возможно, и вот меня еще возмущает, когда люди вокруг говорят, да не отменят они нам безвиз, не отменят. Невозможно, такого не будет. Отменят, конечно, а почему они не отменят нам безвиз? Конечно, отменят. Конечно, отменят. А что они будут нам? Сочувствовать? Ну да, они нам сочувствуют. Будут сочувствовать, они будут вынуждены отменить нам безвиз. И тут тебе сразу же скажут, ну и что, безвиза проживем? Жили же безвиза. Проживем безвиза, думаешь, что тут такого, что тут такого трагичного? Почему вы трагедизируете? Вот это мне тоже говорят. Почему вы трагедизируете? Ну, как бы, вот люди, например, та же молодежь, которую, кстати, очень часто укоряют, что они очень быстро сдались. Я тоже считаю, что они быстро сдались как-то. Ощущение, что... А они сдались? Ну вот я вижу вокруг себя какие-то публикации, типа, ну, я боролся, а вы сами сделали свой выбор. Ну вот что ты боролся? Что ты боролся? За месяц ты танцевал на акции, пилил контент. Я извиняюсь, я очень сильно... Ну да, не, 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 я же говорю, это все... Да, ну это... Ну я не думаю, что они сдались, понимаешь, в чем дело? Дело не в том, что... Ну они как-то быстро разочаровались, и они как-то быстро опустили руки, и вернулись к своей обычной ежедневной рутине, когда мы не боремся, а просто тусуемся. И это очень странно, потому что они как-то очень... Вот как раз для них безвиза, это то, с чем они родились. Вот они родились, и они могут там взять у мамы какие-нибудь 50 евро и через Кутаисию улететь, куда хочется, да? Вот для них это норма. И как раз вот этим людям будет, мне кажется, и этому поколению будет... Я тут говорю, оно большая печенька. Да, этому поколению я с тобой согласен. Им будет сложнее всех, но... Тогда, может быть, правы те, которые говорят, что... Может быть, правы те, которые говорят, что нужен лидер, и то, что нет лидера, это большая проблема? Да, не знаю, вот если честно, для меня то, что нет лидера, это нормально. Мне кажется, даже, может быть, это хорошо. Может быть, мы немножко даже излечиться должны от этого постоянного гнета и очарования наших лидеров. Но есть люди, которые сами не могут без лидеров действовать, понимаешь? Таких, конечно, больше, к сожалению. Сильная личность, которая нас приведет к светлому будущему. Ты понимаешь, что ты говоришь? Такой последней сильной личностью был Саакашюдев. Ну, почему? А Иванишвили, он же тоже лидер. А, вот Иванишвили. Может быть, Иванишвили может быть сильной личностью, которая нас приведет к светлому будущему. Ну, вот он привел. Собственно. Ну, то есть, я что хочу сказать, вот эта вера заговорочная в лидеров, которые куда-то ведут, ну, нужно как-то тоже думать самим, куда он тебя ведет. Сверят маршруты. Какие тропинки они выбирают? Ты маленькая, ты этого не помнишь, но когда у Джабы спросили, за кем идти, у Иоселяния, знаешь, да, что он ответил, Джабы Иоселяния? Что? Нет. Он же шикарно отвечал. У Джабы спросили, вот за кем идти сейчас, за кем нам идти? Если он говорит, нет, за кем идти, идите за трамвай. Мне кажется, гениально, да. Ну, гениально, пусть идут за трамвай. Ну, абсолютно гениально. Те, кто требуют, лидера пусть идут за трамваем, конечно, но ведь ничего не получается. Ну, если честно, вот я, конечно, могу тут умничать, но вот какой план, вот как ты думаешь, Гела, вот у меня к тебе вопрос. Я тоже немножко соведущая поработаю. Соведущая. Что ты предлагаешь? Я предлагаю что? Я предлагаю вспомнить выражение, как знаменитые дела пойдут гораздо лучше после того, как будет раз и навсегда покончено с надеждой. Хорошо. То есть, чем хуже, тем лучше. Тем хуже, тем лучше. Не разочаровываться, не очаровываться. Второе. Я предлагаю той же оппозиции понять, что им надо, и понять, что это политический процесс. И не дергаться. Выйдем на улицу, выйдем на улицу. То есть, нужно выходить на улицу в критические моменты, в критические точки. Они говорят, мы выведем людей на улицу 21 числа, когда объявят результаты выборов. Зачем вы выведете 21 числа, когда объявят результаты выборов, на улицу людей? Праздновать. Мы же хотели праздновать. Вот если праздновать, тогда пожалуйста. А вообще-то это бессмыслится. Если вы выведете людей на улицу, вы выведете людей на улицу тогда, когда собирается парламент. Ну да. Ну, кстати, вот сейчас ты слушал Зуру Джапаридзе, мне более-менее внятным показалась его позиция. Он сказал, что обязательно наступит кульминационный момент, когда нам нужно будет всем собраться и не дать физически, как он призывает своих сторонников, позволить парламенту этого созыва работать. Иначе как бы все, история закончится. И как ты себе представляешь, вот выйдут люди на улицу, вот сколько людей, ну скажем, много вышли, там заблокировали парламент. И сколько они будут там стоять и блокировать парламент? Не смогут эти люди заблокировать парламент, так как идет сейчас. Не смогут по одной простой, очень простой причине. Ребят, нет ощущения смены власти. Я принимал непосредственность на участие в двух революциях. В двух с половиной. В первой революции. Половину сейчас расскажу просто. Первая революция, это была революция вот у нас здесь, в 2000-2003 год. Вторая революция, я практически был менеджером этой революции. В смысле, дрова принеси. Я знаю, что ты даже книжку написал. Или не написал. Да, я была такая книжка вообще. Дрова принеси, вода принеси называется. Значит, лидеры там были в Хабазе. Это Сульманица, которого забыли почему-то. А почему забыли этого Сульманица? Был один из лидеров революции. В Хабазе тоже забыли. Хабазе же в Украине воюет. Хабазе здесь. А, вернулся? Хабазе сейчас здесь. И он, кстати, первым был, который написал о том, что я вот перед выборами написал, я, говорит, не вижу у этой оппозиции никакого желания победить на выборах. Я, говорит, не вижу перспективы вот этой. Потом, обычная болезнь знает, что говорили, начали говорить, но вдруг у них все-таки знают, что делать. Что-то с интернетом. Этот момент я вырежу. Нет, там было не с видео, там было именно с видео. Ну что, идем дальше? Да. А дальше идем таким образом. А дальше уже оппозиция должна понять, чего она хочет. Ребята, это политический процесс. Если вы не заходите в парламент, создавайте параллельную структуру. Соберитесь. Ну, они, кстати, Гелла, ты слышал вот это заявление? Они говорили, что сегодня мы какое-то там сделали совещание, как новоизбранное правительство. То есть какую-то параллельную реальность все-таки они предлагают. Прекрасно. Вот это нормальный, реальный шаг. Пускай соберутся эти депутаты, пускай сделают правительство теневой кабинет или как угодно его дозволить. Вы же победили. Пускай этот кабинет разговаривает за границей. Вообще дело, очень интересная картина получается. Власть у нас как бы на выборах не победила. И мы загоняемся вообще в тупик полный геополитический и так далее. Потом, знаешь, нам что скажут? Это Запад виноват, что сюда Россия пришла, потому что он не признал мечту. Вот если бы он признал мечту, тогда бы России здесь не было. Нам это скажут 100%. Ну да. Да. Я же предупреждал, что так будет. Скажут, нет, Гелла, ты же не сказал, что нужно признать. Я не скажу, что нужно признать. Это фигня все. И мы исходим из чего? Мы исходим из того, что в конечном итоге, ребята, нужно быть серьезнее. А люди почему не выходят? Почему мало народа выходит? Тут реально сейчас в последнее время выходит мало народа. Почему? Потому что мы пришли и ушли, и что дальше? Да, ничего, ничего конкретного, ничего конкретного. Но вот я думаю, что следующий год все-таки и подготовка к муниципальным выборам могли бы быть интересным моментом для всех. И для сторонников оппозиции, и для самой оппозиции. Потому что понятно, что большие города, они выиграли даже в таких условиях. Но вот работать на регионы как раз прекрасная возможность. Они проиграют все выборы. Если они сегодня проиграют, они проиграют все выборы. Выборы не будут до тех пор, пока не закончится Москва. Пока Россия будет существовать, у нас выборов уже потом не будет. Все. Чудо нас может только спасти. Дело прекратилось. Это очевидность. Мы становимся за Кавказьем. Вот этого почему-то их же всех потом... Еще раз говорю, ну возьмут за предприятие оппозицию, что будут делать. Давай так, вот у тебя достаточно влиятельное, серьезное издание, которое читают иностранцы. Сколько лидеров оппозиции с тобой консультировались? Оппозиция вообще с кем-нибудь консультировалась? Сколько сказали, что можно сделать и чем... Тебя как информационный ресурс привлекают к какому-то плану, к чему-то? Нет, ну мы так не сотрудничаем, конечно, мы все-таки... А извини меня, вот так они ни с кем не сотрудничают. Они много сотрудничают. Они много сотрудничают с вами двумя телевидениями. Тебя, прости. Ничего страшного. Ну да, да, я вижу это. Я вижу, что люди все-таки немножко в своем бабле. И это раздражает и других, более, ну скажем так, других людей, которых бы могли бы перетянуть на свою сторону. Могли бы перетянуть. Даже на своей стороне эти люди, понимаешь. Просто единственное, что могли бы использовать в позитивном смысле этого слова. Никто же от них денег от этого или должностей. Ты ходишь тоже с новым правительством? Нет, конечно, господи. Боже упасил. Но вот этого всего нет. Этого всего нет и, к сожалению, не будет. Мечта готова, чтобы парламент был однопартийным, как ты думаешь? Мечта с радостью готова. С радостью. А зачем им какие-то люди? Нет, ну если у них будут какие-то люди, если у них будет какая-то имитация, имитация того, что это самое, то, наверное, им было бы интересно. Это два. Ну и, последний, ты по Абхазии что-нибудь слышала? Слушай, ну, восхищают меня мои братья абхазы, честное слово. Если бы там не было российского фактора, у них было бы всё прекрасно. Но очень печально наблюдать за тем, что все эти усилия абсолютно бессмысленны, потому что они сейчас там борются друг с другом, победит какая-то страна, которая через три месяца опять станет абсолютно пророссийской и будет проводить, как в Жане начинал, ты же помнишь? Они выбирали его как альтернативу прокривлёнскому уставленнику, Хаджимба, а потом через четыре года он стал точно таким же, как Хаджимба. А им некуда деваться. Ну вот. Им некуда деваться. И ты знаешь, о чём думаю? Я думаю, что самое печальное – это то, что у нас может быть такое же положение. Потому что эти власти, где куда деваться, они не захотят уходить. Вот и всё. Это правда. Это правда. Да, но мне кажется, что мы немножечко похожи в этом смысле. Стали похожи. Да. Особенно вот эти процессы с этими законами, которые копируют российские, которые они не хотят принимать, которые продавливаются всё-таки Кремлём. И, конечно, в таких маленьких, скажем так, обществах, где на одного человека четыре российских военных, грубо говоря, это вызывает, конечно, большое восхищение, что они всё-таки держатся и всё-таки пытаются отстоять свои ценности. А у них, наверное, нет другого выхода, потому что им действительно… Вот у них стоит вопрос о физическом выживании, как народа, как этноса. Да, да. Мы, кстати, вот готовим материал на сове по поводу того, как какой демографический, даже не кризис, а катастрофа настигла Южную Осетию. И мне кажется, что, возможно, с Абхазией немножко другая ситуация, но с точки зрения языковой экспансии, конечно, там тоже полная катастрофа, и очень печально, что, может быть, с их точки зрения всё было зря. Ты понимаешь, в чём дело? С точки зрения сохранения Абхазов как народа, конечно, было зря. Конечно, было зря. Мы бы не… Даже если, допустим, плохие грузины, фашисты, фасадзофашисты, как они пишут, фасадзофашисты и так далее, да? Грузины, фашисты. Но вот если бы мы были суперфашистами, мы бы не смогли бы их так ассимилировать. Нет, конечно. Нет, конечно, нет. Ну, не знаю, не ассимилировать. Мы не смогли бы физически. А сейчас, знаешь, что вот с так называемой Южной Осетией ситуация какая? У них там по численности меньше, да? Поэтому, кажется… Но осетины – это достаточно большой народ. Да. У них есть Осетия, Северная Осетия, Аланья – это и есть Осетия. Осетины останутся, они выживут. Они народ со своей историей большой и так далее. И с осетинами ничего не случится. Абхазов размоют. И это очень жаль. Очень жаль. Мне правда очень жаль. Мне тоже. Гела, прости, но ребёнок хочет гулять. Всё хорошо, родная. Хорошо, большое спасибо, Марта, за очень интересную беседу. Я просто… Надеюсь. Не, правда, интересная и нестандартная абсолютно. Да, вот как легко и хочется работать мамам. Да, да, это точно. Но ребёнок, я думаю, что когда ребёнок вырастет, он посмотрит это видео и подумает, о чём они говорили. Всё же будет хорошо обязательно. Почему я там сижу, да. Почему я там… Нет, всё же всё равно хорошо. Так что спасибо тебе. Спасибо, что… За эту беседу. И большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. И до новых встреч. Памаши. Счастливо. Пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.